Новомихайловский продолжает ликвидировать последствия наводнения. Большая часть завалов уже расчищена. Силами МЧС и волонтеров продолжается уборка улиц. Однако нечасто встретишь с лопатой самих жителей поселка. Тем не менее, уже начали работать некоторые социальные объекты и активно ведутся выплаты компенсаций. О том, что сделано на сегодня, в следующем сюжете. Отделение Сбербанка в Новомихайловском испытывает на себе массовое паломничество последние две недели. Львиную долю компенсаций на потерю имущества выплачивают именно здесь. Учитывая всю нагрузку, процесс не вызывает нареканий у пострадавших. Сегодня узнал, что на меня деньги поступили. Пришел узнать первый раз. Никаких трудностей не было, все показали, объяснили. Очень быстро, все хорошо. Здесь хорошо, все слов нету. Светили и провели. Да, спасибо. Однако не у всех есть надежда на получение выплат. Эта семья, например, еще не нашла себя в списках. Их дом требует основательного ремонта. Спать приходится с открытыми дверями, чтобы не дышать сыростью. В комнате было, вода была. Представляем, вроде помыли, помыли. А сейчас открываешь кофе вонючее, все взбухло. Все выбрасывать надо, ничего не... Ну, рассчитываем, говорят, ждите. Ждем. Вон, сегодня пошла, говорю, нам нужны деньги. Говорят, мы вам пенсию первого числа можем выплатить. Я говорю, 10 тысяч меня не спасут. Детский сад «Малышок» – одними из первых среди социальных объектов. Начал свою работу. Силами все тех же волонтеров территория была расчищена и продезинфицирована. В ближайшее время садик еще ждет ремонт. А пока в режиме групп кратковременного пребывания он оказывает посильную помощь пострадавшим от стихии семьи. Мы работаем до обеда. Потом родители забирают домой, детей кормят, укладывают спать. И во второй половине дня они приходят еще раз, проводят занятия, игровая деятельность. На прошедшей неделе открыла прием пациентов и Новомихайловская больница. До тех пор работа велась лишь в амбулаторном режиме. Заработали родильные отделения, реанимация, терапия и хирургия. Установлена база застрахованных лиц, работает оргтехника, налажена телефонная связь, водоснабжение. То есть электроснабжение. На сегодняшний день никаких препятствий для приема пациентов нет. Те люди, которые у нас пострадали из медработников, работают по графику, уменьшаются, но никто практически не уходит на больничный лист или без содержания. То есть тоже оперативно оказывают помощь нашему населению. Через 15 минут после открытия больницы в родильном отделении появился на свет мальчик, а следом и девочка. Врачи считают это хорошей приметой. Нехватки препаратов поликлиника не испытывает, а всё пострадавшее оборудование уже заменили или оно закупается. Почти полноценная медицинская помощь. Почему почти? Потому что два отделения всё-таки нуждаются в очень серьёзном ремонте. Это детское отделение, инфекционное отделение. И освобождён первый этаж, реанимация переведена на второй этаж. Но это всё дела дальнейшие. Почтовое отделение посёлка начало свою работу уже на следующий день после случившегося в специальном фургоне. Сейчас сотрудники ведут приём населения в ручном режиме, уже в родном, но ещё не обсохшем помещении и ждут ремонта. В тот раз было вот так вот. Ну, предполагали, что то, что будет выше, это будет нормально. Вот сейчас вот так, а в следующий раз, по-моему, ещё больше. Посёлок за двухнедельный срок скинул с себя внушительный слой грязи. Но до курортного вида ещё далеко. Тем не менее, сложившаяся ситуация не пугает отдыхающих. Я посмотрел в интернете, тут мне звонит как раз дружбан мой, говорит, слушай, а ты не в Новомихайловский случай едешь? Я так, ты что, посмотрел новости? Ага, такая тема. Ну, мы просто, да. Ну, тем не менее, всё же, зашибись, отдохнулись, супер. Это прекрасное место. Я здесь скоро буду жить, наверное. А что ж мы русские люди, нет, что ли? Сейчас санитарная обстановка на Новомихайловском пляже в норме. Разрешено купаться, а большинство гостиниц и кафе вернулись в нормальный режим работы. Размытые участки набережной восстанавливают достаточно быстро. Мы сейчас уже выбираем пляж, ровняем гальку. И, в принципе, мы готовы к приёму наших долгожданных отдыхающих. Предприниматели уверены, что в бархатный сезон туристов не испугают новости о наводнении. И им удастся снизить экономический ущерб. И мы надеемся, что мы всё своё отработаем, что потеряли. Не зря же мы здесь сидим. Наиболее пострадавшими жилыми районами считаются второй микрорайон, улица Колхозный и так называемый остров. Опасная для жителей ситуация в очередной раз сложилась на злополучных переулках. Жители переулков Вишнёвый, Колхозный и Солнечный во время прошлого наводнения были буквально заблокированы в своих домах, потому что единственная дорога, по которой можно было выбраться отсюда, располагается прямо вдоль речки. Горький опыт заставил их отстоять себе ещё одну дорогу. В этот раз шансов на спасение у них было больше. В посёлок за всё это время поступили тонны гуманитарных грузов от различных организаций. Помощь пострадавшим оказывали и представители Союза армян России. Продуктовые наборы, вещи первой необходимости, постельные комплекты развозили прямо по домам. Ну, сегодня вот беда случилась, и мы все решение приняли, что нужно помочь народу. Не имеет значения армянин, он грек, и дяды геец. Мы помогаем всем жителям. Как помогали в городу Крымску, вот недавно там было. И вот случилось у нас, первые приехали из города Крымска, из Ябинска. Вот нам тоже помощь оказали. Мы сами собрали средства. И вот ездим, раздаём людям. Сейчас ещё продолжаются работы по оценке ущерба от стихии. Сотрудники БТИ исследуют объекты недвижимости. На рассмотрение около тысячи жилых помещений. Капремонту подлежат больше 800 из них. Больше 50 домовладений признаны аварийными. Около 4 тысяч пострадавших получили по 10 тысяч рублей. И больше 2 тысяч жителей по 150 тысяч. Работы по расчистке дворов ещё продолжаются. Алексей Васильев, Денис Гилёв, Дмитрий Гришин, Тимур Баташев, Роман Петров. Телеканал Орлёнок ТВ.